Теперь без хлора. Сегодня на Челны Водоканале прошло торжественное открытие производства низкоконцентрированного гипохлорита натрия. Для чего это химическое вещество со столь сложным названием? Оказывается, с помощью него будут очищать воду, которая течет из-под крана практически каждой челнинской квартире. От применения вредного жидкого хлора теперь полностью отказались. Подробности далее. Открытие нового производства – поистине исторический момент. И ведь оно единственное в своем роде во всем СНГ. Но прежде чем мечта стала реальностью, на разработку и осуществление проекта потребовалось немало сил и времени. Идея этого производства родилась у нас давно уже, честно говоря. Мы поставили себе задачу уйти от применения хлора в технологии водоподготовки и очистки источных вод. И последовательно к этой цели шли. Подошли очень серьезно, изучили. До этого мы проходили, прошли весь практически союз, у кого что работает, мы изучили. Их не ошибка, но все учли. Но мы тут жили по-другому. Жили и все это как бы выносили, как ребенка своего, на своих руках. На реализацию потребовалось два с половиной года и более 150 миллионов рублей. Гипохлорит натрий уже давно используется коллегами в других городах России. Но в набережных Челнах его производство сделали наиболее эффективным и экономичным. Вещество изготавливают, кстати, из поваренной соли. Гипохлорит лучше воздействует с водой, то есть получается более качественная очистка. И вот эта совокупность безопасности, экономики и качества исходного продукта дает как раз эффект от использования. Вообще во всем мире это уже давно принято технология к использованию. Для такой очистки челнинцы используют импортное оборудование, которое исключит появление в воде вредных соединений. Кроме того, уже не будет вредного воздействия хлора на трубы. Коммуникации станут надежнее и долговечнее. Значительно снизятся риски. До открытия нового производства специалистам Челны водоканала приходилось работать с вот такими емкостями. В них вмещается около тонны жидкого хлора, который при чрезвычайном происшествии мог бы уничтожить все живое в радиусе полукилометра. Но работа по улучшению качества воды продолжится. Через несколько месяцев состоится запуск станции углевания, что поможет полностью устранить неприятные запахи, которые порой исходят от водопроводной воды, например, по весне. Артем Сморкин, Радик Ганев, РЕН-ТВ, Набережные Челны.